Добрый вечер! Наталья и Владимир показывают свою новую жилплощадь. За эту трехкомнатную квартиру в 70 квадратных метров семья заплатит чуть больше 7 тысяч долларов. По кредиту ежемесячный платеж составит чуть больше 2 тысяч рублей. И так 5 лет. Мы многое время проживали на съемных квартирах, поэтому мы даже не думали, что у нас здесь можно заработать на собственную квартиру, причем такую как бы недорогую. Поэтому, конечно, большое спасибо, что такая возможность будет. И у детей будет наконец-то своя квартира, свои комнаты, где они смогут делать все, что сами захотят. Газ, свет, вода и отопление – все коммуникации подведены. Остаются отделочные работы. Мы вот самые первые переезжать будем в эту квартиру, потому что мы негде покажите. С одной квартиры съехали, сейчас живем у моей мамы. И мы уже хотим Новый год как бы встречать хотя бы вот одну комнату, туалет, ванную и кухню сделать, чтобы хоть Новый год встретить в своей квартире, чтобы в 20-й год входить со своей квартирой. А в этой однокомнатной квартире ремонт уже сделали. Оборудована ванная комната, на кухне газовая плита. Все за счет государства. В этом доме детям, которые остались без поддержки родителей, отдадут шесть квартир. Первым новоселам ключи вручил президент. Очень важно, что именно в Приднестровье мы думаем о социально незащищенных жителях нашей республики. В этом доме шесть детей из сирот получают квартиру под ключ. Это очень важно. Именно эти дети абсолютно незащищены. Они, скажем так, уже находятся в уязвимом состоянии. Но о них позабыли только не мы, государство. Поэтому надо изыскать возможность. Это самое главное. Не искать отговорки, а искать возможность сделать. Не сидеть и обсуждать, как плохо, а сделать, чтобы было лучше. В доме будут жить бюджетники. Территорию вокруг обещают облагородить. В планах сделать детскую площадку. А еще есть квартиры, которые своих хозяев только ждут. У нас осталось всего лишь пять квартир на пятом этаже с прекрасным видом. Поэтому, приобретя эти квартиры, люди ничем не рискуют, так как я уже говорила, крыша новая и шатровая. Эту пятиэтажку довели до ума по программе «Доступное жилье». За долгострой взялись в прошлом году. Это была инициатива президента Вадима Красносельского. Еще одну пятиэтажку по улице Кишиневской в Бендерах сдадут в 2020-м. А это плюс 60 квартир. Судьбу еще трех городских долгостроев решит комиссия. До 2021 года в Приднестровье сдадут больше 600 квартир. Следующий дом планируют передать жильцам уже в Террасполе ко дню города. Это самый большой объект столицы. Де-факто сразу три дома корпуса. Всего там 237 квартир. Есть в Террасполе еще два уже бывших долгостроев. Оба по улице Бендерской. Один уже сдали. Второй будет готов в течение месяца.